Субтитры делал DimaTorzok Мы отлавливаем собаку, содержимую в течение трёх календарных дней Если не объявляется владелец, они подлежат эвтаназии, а затем сжиганию, утилизации Страшно, если задуматься и вообразить Но заместитель директора ветеринарной службы говорит о факте преспокойным тоном Эвтаназия, сжигание В этих смертельных словах нет ничего, кроме работы Для Айдархана Арестанова и всей бригады сотрудников ветеринарного сервиса Это всё не более, чем профессиональный лексикон Выловить, вакцинировать, обнаружить, усыпить Ну, примерно в год это сколько собак? Ну, если по городу Астана, за прошлый год 9600 было Почти 10 тысяч собак? Почти 10 тысяч И это ежегодно, эта цифра повторяется? Это в среднем ежегодно, да Это ваши собаки? Они бродячие, здесь откуда-то приходят Сейчас бригада по отлову, и всех заберём Потому что здесь находится рядом школа Всё, хорошо Всё, привязываем Но владельцы бывают не всегда довольны и оттого не очень приветливы Они стреляли в неё, посмотри Стреляли в собаку, которая сзади меня шла А вы знаете, как их нужно содержать? Здесь много детей Вот так, если хотите, коротко о профессии Которой пока в профессиональном лексиконе не нашли лаконичного слова Лишь словосочетание Сотрудники службы отлова Либо проще Охотники за бродячими псами Незавидная работа И для городского обывателя почти незаметная О которой напомнил вопиющий случай В Алматы Мы сколько раз обращались, чтобы этих собак уничтожили Вот пока не погиб человек, никого и не было Погиб, всё же слишком мягко А человек обобщённо Собака загрызла ребёнка Анель было всего три Для жизни мгновения, как и для дедушки, который позже будет вспоминать Отвлёкся на то самое мгновение И потерял ребёнка Когда нашёл, понял, что навсегда Сосед мой день живу Утром просто пришли, вышел Собака, девчонку покусала Девочка хорошая, активная Разговаривала, ходила Хорошая, пухленькая Все любили здесь И соседство Оказалось, вот такой жестокой смертью Убийцу тут же нашли И наказали смертным приговором У преступления очевидцев нет Потому об этом моменте соседи говорят лишь догадками Собак было несколько Стаи бродяг в этом районе давно точно свои Впрочем, в службе отлова дополняют картину убийства новыми фактами Наша служба, именно по отлову Бригада, которая закреплена по Латавскому району Именно вот эту рыжую собаку отловила Ну вот этот, который женщина подходит, кормит Она именно от экипажей отобрала собаку Это моя Мы же всё-таки не можем говорить о том, что виновата собака Нет, как раз таки Собака нет, не виновата Это вина общества? О том, что оно безответственно? То, что люди вот так вот безответственно относятся к собакам А это ваша собака? Да А почему она у вас без привязи ходит? Она никого не трогает Если собака жила в доме, то не такого вреда она не несёт Как стая животных, то есть вот этих собак Потому что они живут отдельно от людей И они не знают ласки человеческой Можно сказать, что стая собак – это как стая волков Что они могут в любой момент накинуться Но это неответная реакция Если мы их не любим, они отвечают нам нелюбовью или агрессией Нет, здесь немножко по-другому Здесь просто больше страха, а не агрессия в них появляется В детстве наверняка говорили каждому Не выдавай страха, они всё чуют Дабы избежать неожиданной развязки Но история полна примеров Когда эта небоязнь превращалась в самую безудержную смелость В забеге на зверство человек – достойный конкурент животным Школьники в Актау отрезали собакам уши и шантажировали одноклассников Неизвестные обезглавили волчат, а сам процесс сняли на видео Полиция ищет преступников Дети замучили кролика до смерти Мёртвое тело подвесили на забор Там, где не научили ребёнка с детства любить природу мать, животных И ценить жизнь как таковую Там может прорастать зло И это в первую очередь вина тех родителей, которые вырастили вот такого жестокого человека Но всё же наказание за зверство люди и животные несут разные В законе о жестоком обращении максимальная мера – один год тюрьмы Животное, напавшее на человека, идёт под отстрел Случай с убитым ребёнком в Алматы, прогремевший на неделе, как бы не поражал и не возмущал Всего лишь следствие – без участности, без наказанности, без ответственности И других – без, которые в повседневном ритме также незаметны Как и службы по отлову собак За редким случаем о них напоминают защитники братьев меньших Наш вопрос о гуманности современной охоты самих охотников поставил в тупик А можно ли иначе? Ну, есть же там общественные фонды, какие-то защитные организации В Усть-Каменогорске волонтёры взялись помечать всех бездомных, чтобы спасти их от отлова Жёлтая метка значит, что собака, пусть и бродячая, но обществу ничем не грозит Правда, защиту от смерти и животного, и человека эта яркая бирка всё же не гарантирует Потому отлов во всём мире так популярен Вопрос гуманности по-прежнему самый важный Но задавать его нужно не тем, кто ловит, а тем, кто берёт и бросает После чего и появляются ветеринарные службы с сачками и ружьями Чтобы защитить человека от его же безответственности Сауля Тимирбаева, Рустам Абельдинов, Гульнара Сарсингалиева, Юлия Ефремова Первый канал Казахстана, программа «Аналитика»